Друзья мои, вчера услышал интересную трактовку этого масочного режима, что это типа вымогательство, потому что вас заставляют расстаться с частью денег на покупке маски под угрозой штрафа. Ну, с точки зрения, под угрозой насилия, то есть штрафа. То есть вы расстаетесь с деньгами под угрозой насилия. Это не что иное, как вымогательство. Я подумал, но в принципе, если вы, например, автолюбитель, то вас точно так же заставляют купить аптечку под угрозой штрафа. Можно тоже считать вымогательством, но есть одна разница, то что раз вы автолюбитель, купили средство повышенной опасности, которым является автомобиль, вы должны за это нести ответственность. Да, поэтому в принципе это не вымогательство, а требование. Но если требование расстаться с деньгами, не являющееся налогом, относится ко всем гражданам какого-то региона, где вводится масочный режим, то в принципе да, это вымогательство. Потому что это, по сути, дополнительный налог, который никак государством не обеспечивается. То есть хотите, чтобы граждане носили маски, обеспечьте их, иначе это какой-то скрытый налог, вымогательство, явное противоречие Конституции РФ. Так что правы эти граждане, которые называют масочный режим вымогательством, я так считаю, что они правы, да.